В ночь на понедельник Министерство финансов Японии или Банк Японии, возможно, провели интервенцию на валютном рынке. Учитывая, что в самой Японии сегодня праздничный выходной, ждать комментариев от ведущих политиков сейчас не имеет смысла, так что приходится полагаться на интуицию и фундаментальные показатели движения рынка. Первым и главным признаком японской интервенции на Форексе стало движение валютной пары USDJPY. В то же время в плане каких-то важных экономических данных понедельник представляет собой очень спокойное начало недели. И вот сегодня во время азиатской сессии курс йены восстановился до отметки 160 йен в 17 цен до уровня 154,5 йен, то есть более чем на 3,5%. На фоне такого резкого снижения графика пары начался волновой эффект, который ослабил доллар по всему направлению. Правда, китайский юань в этом параде не участвует, наоборот, под давлением относительно низкой доходности и оттока иностранных инвестиций с анемичного фондового рынка китайский юань подешевел с начала года на 2,1%. А в понедельник валюта Китая готова была протестировать писемесячные минимумы по отношению к доллару. Сама американская валюта после встряски произведенной йеной снова легко восстановилась в цене по индексу. Этот индикатор показывает отношение доллара США к его шести основным партнерам по корзине. И сегодня индекс доллара торговался совсем недалеко от прежней высоты в 106 пунктов. Его цена проходила в границах 105.40 и 106.10. И несмотря на красный индикатор, доллар США побежденный сегодня никак не выглядел. Тем более главными драйверами его роста по-прежнему выступают более поздние сроки снижения ставок федрезервом США. И устойчивая к этим высоким ставкам американская экономика. Завтра начинается двухдневное заседание ФРС, которое завершится первомайским заявлением главы ведомства. Напомним, что несколько последних отчетов оказались не такими оптимистичными, как ожидали прогнозы. Кроме того, в экономике страны продолжает сохраняться ценовое давление. Да и сами ожидания по процентным ставкам на этот год были значительно пересмотрены в более ястребинную сторону. И от этого, как Джером Пауэлл интерпретирует текущую ситуацию и ее перспективы, будет зависеть реакция рынка в целом. Что касается фондового рынка, то сегодня Уолл-стрит в целом демонстрирует рост. Главный индекс S&P500 зарегистрировал в пятницу самый сильный недельный скачок с начала ноября прошлого года, в основном при поддержке компаний с мегакапитализацией и на фоне сильных квартальных отчетов технологических тяжеловесов. Сегодня индекс главного рынка S&P500 торговался снова в зеленом диапазоне между уровнями 5105 и 5123 пунктов в предвкушении новостей о доходах американской великолепной «семерки». Обычно, когда акции падают, доллар США укрепляется из-за увеличения спроса на безопасную гавань. Однако, сегодня Greenback поддержали новости из Единой Европы. Как показали отчеты, индикатор экономических настроений в еврозоне упал в апреле на 0,6 пункта до отметки 95,6. Рынки ожидали его роста на уровне 96,9 пункта. В то же время представитель Европейского центрального банка Пьер Вунш сегодня внезапно заявил, что июльское снижение ставок – это еще не решенное дело. В этом году, по мнению политика, регулятор собирается провести как минимум два периода снижения ставки. Причем первый раунд из них будет в июне. Расхождения в сроках первого снижения ставки играют в пользу доллара. Валютные трейдеры продолжают вкладывать средства в американскую валюту на фоне бычьих фундаментальных и технических факторов. В результате спекулятивная длинная позиция в его парах с иеной, фунтов и швейцарским франком, канадским и австралийским долларом продолжает расти. И, конечно, в паре с единой европейской валютой тоже. Курс евро к доллару сегодня изо всех сил пытался удержать рост выше критически важной линии на 1,07. Ценовой диапазон проходил в границах 1,0688 – 1,0737. Однако пара проявляет осторожность в ожидании выхода ключевого экономических отчетов в еврозоне, предварительных данных по ВВП за первый квартал и индексы потребительских цен за апрель будут опубликованы во вторник. А сегодня предварительные данные Германии по инфляции за апрель оказались неоднозначными. Например, годовой базовый индекс потребительских цен, учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, остался на прежнем уровне – 2,2%. В то время как экономисты прогнозировали его более высокие показатели – до 2,3%. Как видим, пока доллар пытается противостоять укрепившейся иене и неоднозначной реакции евро на поступившую статистику, спотовое золото постепенно прибавляет и прибавляет в цене. Сегодня ее бычий сценарий развивался внутри диапазона 2331 и 2356 долларов за унцию. В это же время черное золото, наоборот, дешевеет. Ведь основной рост нефтяных котировок подпитывался угрозами расширения конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому новости о возможном прекращении огня в этой горячей точке остудили и ослабили опасения по поводу ограничений поставок. В результате фьючерсы на эталонную марку Brent упали в начале американской сессии к нижней границе дневного диапазона – 88,20 – 89,30. Напомним, за прошлую неделю нефть подорожала более чем на 2%, а ее укорененное падение в понедельник на снижение геопатических рисков говорит о том, что котировки черного золота по-прежнему реагируют в первую очередь на новостной фон и только затем на фундаментальные факторы рынка. Для рубля, похожей на рынке, сложилась какая-то своя альтернатива. И она связана, в первую очередь, с позицией Банка России, которым, похоже, нужен более слабый рубль. Поэтому в отличие от регулятора Японии, финансовые власти России никаких интервенций на валютном рынке проводить не намерены, а сам рубль тем временем подскочил в цене с 91,20 почти до 93,20. Причем по времени это ралли курса рубля проходило примерно тогда, когда иена укреплялась, а доллар США падал. В любом случае рубль сегодня почти весь торговый день консолидировался в диапазоне, который был на порядок выше уровней закрытия пятницы. В силу того, что в России 29 и 30 апреля официально объявлено выходными днями, это могло стать основными причинами умеренного снижения курса рубля. Кроме того, бычьи сценарии в паре доллар-рубль поддерживают падение нефтяных котировок и пониженная активность продавцов валютной выручки. Также негативно на настроения трейдеров влияют перспективы снижения спроса на нефть и прогнозы по снижению ставок в США. На этом наш обзор торгового понедельника завершен, а мы тем временем продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе актуальных событий. Не забывайте подписаться на канал и комментировать это видео. До новых подключений!